еще раз здравствуйте еще один фильм который надеюсь принесет подзор если бы у меня было 50 лет даже 60 даже 65 это средний возраст мужчина я бы не имел права давать совет представляете сейчас вам говорю вот это и здоровый образ жизни работа в саду причем работа не каторжная а посильная вот с помощником вот один сидит сколько мне мышей перетаскал а я взамен его кормил колбасой вот это можно считать порядке вещей может быть в этом году мыши не тронут мои молодые саженцы ну это просто глядя на кота я отвлекся что такое здоровый образ жизни сейчас вам объясню наверное 65 тоже нельзя давать советы написать себе я говорю вот хотите долго жить вот делайте то-то а в 66 взял да умер получается зря говорил значит все это неправда зачем для напрягаться и вот просто напрягаться зачем когда живешь себе спокойно и те же 66 умираешь ну ладно пошел 74 летом будет то есть через полгода и тогда мне кажется и раз я пережил сельский возраст теперь буду давать советы много и давал еще буду давать вот помаленечку не спеша но мне же все привязано к садоводству понимаете посмотрим что это значит все тепло целый градус тепла один вот ходить по саду удовольствие ветра нет вот лишний раз поговорить не мешает давайте посмотрим вот сюда вот иду и вдруг неожиданно бах боксерская груша вот к ней отношение мне особое открытый вот особая дело в том что не мой возраст причем когда уже сердце перенапрягать сколько бы ни призывали нас занялся спортом если это неправильно вот будешь крепче но жить будет короче вот так расплатишься более короткой жизни тогда подумаем зачем я все-таки это грушу стучу и вам советую не было ни одного случая чтобы я шел туда по делам это один из моих садов небольшой но я вам скажу уникальный ну а это другой разговор подумаешь черные абрикосы шелковица персики абрикосы до 100 грамм а то и больше вот чего тут только нет и вот тогда я проходя мимо это грушу я всегда любил и нет настроения но у меня есть минимум 50 ударов вот зачем оказывается первые удары они очень слабы прямо вот казалось бы за свою жизнь бил десятки тысяч раз а удары слабые и только где-то после 50 ударов смотришь как-то окреп как-то организма настроен как-то собирается в один кулак но и где-то на сотом-двухсотом ударе уже удар получается такой который не дай вам бог его испытать зачем это надо да страшный возраст семьдесят три но меня все время вот это мучает вот это сомнение что же мне бедному делать ведь по телевизору показывают уже на на десятки раз бьют женщину какой-нибудь подонок пьяный не пьяный двое-трое парней бьет вот и все проходят мимо десятки мужчин среди них ни одного мужчины нет ну существо в этих штанах почему они не мужчины это другое дело и вырастили памперсах а памперсах это не развиваются мужские органы а в результате раз нет мужских желез значит нет и мы этих самых мягко говоря не хватает сперматозоидов а от количества сперматозоидов зависит сколько у человека энергии даже и ума тоже вот отвлекся извините и вот я представляю такое что я тоже оказался шел мимо наверное я бы мимо не прошел наверно первого я попытался решить дело миру я бы сказал ребята прекратите отвлек бы их на себя но представим себе что эти звери и для них все равно кого бить и теперь следующая жертва когда меня сейчас упаду меня будут бить ногами изувечат а мне лучше уже умереть в моем возрасте стать инвалидом лежать в кровати месяцами вот тогда остается одно в таких случаях против молодых крепких ребят у меня только один шанс и поняли да один удар этот удар должен быть не просто первым но он должен быть последним вот поняли для чего я бью каждый раз проходя мимо каждый день каждый день это несколько сотен ударов за свою жизнь это десятки тысяч ударов вот но мы же садоводы и теперь я не могу не использовать этот шанс и рассказать следующую историю давайте вернусь на место там где я был сейчас вот и сидя договорю вот я тут умудрился в мокром снегу ноги промочить и к вечеру меня ждет это самое может не сильно но уже простатит поэтому кстати придя домой я залезу в горячую ванну крутым кипятком который я не терплю лучшее средство от от профилактика простатита не все это знают так вот дальше ой кошка а она уже есть но она честно заработала это эту еду ладно хотел чтоб ты позировала так теперь второе при чем тут садоводство вот при чем поначалу я железу делать тренируясь сам учил других это сотни 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 до фильмов сотни статей я рассказывал что такое собираешься нужно поднять биополе биополе можно поднять если очень быстро двумя путями это было два пути сейчас третий скажу первое это вращательное движение всеми суставами которые всеми сочленениями организма которые крутятся это голова крутятся в одну сторону в другую это кисти рук крутится локтевые суставы крутится плечевые суставы крутится достаточно десять в одну сто Esse и другую запоминает плечевые локтевые и кистевые суставы так многие тоже самое это стопа стопа, колено и это самое, всё а не всё, ещё бёдрами повертеть и тогда у вас биополе поднимается сюда ты раза, теперь вы вступаете в этот невидимый контакт вместе, и у вас вот это вот как её называть-то, это заряжённость организма, которого поднялось на несколько порядков излучения от организма передаётся и оживляет то, что у вас в руках, а у вас в руках не только нож, жуткая вещь, но и черенок вот он и оживляется поверьте, те результаты которые фантастические сделали меня таким каким я есть, да с феноменальными результатами, это в том числе, но у меня изначально биополе большое, а у кого маленькое обязательно сочленение крутите, вертите это всё 5-10 минут это было первое второе это уже называется как же это называется когда мысленно представляешь сейчас скажу у меня память кончается вот когда этим уже мысленно занимаешься название забыл по ходу вспомнил по ходу вспомнил но вы просто берёте закрываете глаза и представляете руки подняли представляете, что вы держитесь за обрывок скалы под вами километр обрыв а там внизу в самом где-то ручеёк течёт еле видимый вот вы представляете, что вы держитесь на кончиках пальцев и туда вся энергия приливает к пальцам это второй способ и наконец третий способ вы уже догадались? нет? то, что я вам показывал когда вот 10-20 лучше 200 раз ударить игрушу вот у вас биополе будет регулярно подниматься и опять же вся энергия будет уходить в ваши руки ну пусть на кулаки вот у меня уже рука я показывал уже несколько лет назад как мне я прекращаю приливать потому что у меня рука не сжималась вот указательный большой палец не сжимались я не мог держать этот самый же этот же привычный нож ну а сейчас пожалуйста всё и кстати ещё в прошлом году летать был 50 на 50 в этом году 90% у меня прекрасных прививок вот так вот поэтому повторяю вешайте грушу вы думаете я её покупал? нет открываю страшный жуткий секрет обыкновенный жутовый мешок в котором кто-то возит сахар крупу что угодно это те 50 литров которых мы картошку возим с этого с огорода вон у нас кстати мешок видите дальше на первом этаже у меня ателье прихожу говорю девчонки вы же выбрасываете всё это выбрасываю вот дайте заберу а у них как раз мешок полный а там обрывки мелкие-мелкие даже не носовые платочки а в 10 раз мельче когда всё это я мешок собрал утрамбовал получилось тугая-тугая груша поначалу так руки болели когда я бил это сейчас я бью с размаху вот используя ещё стойку каратэ когда-то учили меня в подпольном клубе ходил подпольный клуб вот и получается третий способ для оживления рук сильнейшие удары вся энергия тут вот тут и тогда вы начинаете плевать так что всё что я сказал пригодится когда у вас будет единственный шанс остаться в живых если вы хотите спасти чью-то жизнь вот мужиков-то совсем мало осталось вот такие дела поэтому ваша задача сделать так чтобы этот удар первый был последний второй раз вам ударить не дадут вот или не смогут что ещё лучше всё вот это один из моих бесконечных советов ещё раз дети в памперсах вырастают у них искусственная брашина получается у них не развиваются половые органы вот у них нет гормонов в крови мужских или почти нет вот хорошие из них балерны получаются певцы танцоры вот художники поэты да только мужиков не получается а мужик это мышцы мышцы не получается пока раз нет гормонов говорят ну можно накачать нет пробовали накачать нельзя невозможно если у тебя нет гормонов ты на второй день бросишь это занятие скажешь да жил без мышц и проживу а если будет рака я неплохо бегаю вот и всё Boulevard я думаю